Решающая неделя. Украине Европу Юли Волю. Всё, что нужно, поддержать законопроект о лечении заключённых за рубежом. Чтобы голосование было эффективным, оппозиция выводит своих сторонников на улицу. Украина! Все Европа! Украина! Все Европа! Пока одни выкрикивают лозунги, другие собирают пазлы из букв и пытаются перетянуть депутатов из большинства на свою сторону. Царёв! Царёв! Давай-давай-давай-давай! Подходи, подходи, неестественно. Не страшно. Юлия! Волю! Юлия! Юлю в воле, почему бы и нет. Надо понять только как. А вот здесь пазлы у депутатов никак не складываются. Законопроектов, которые могут помочь Юлии Тимошенко уехать лечиться за границу, четыре. Но ни один не согласован. Внефракционная Анжелика Лобунская предлагает разрешить заключённым лечиться за границей, если украинские врачи в течение года так и не смогли им помочь. Одновременно суд должен принять решение об освобождении таких лиц от наказания по болезни. Ещё один депутат Сергей Мещенко предлагает разрешить бывшему премьер-министру лечиться за границей, но с условием, что она вернётся в Украину и продолжит отбывать наказание. Депутат Владимир Купчак считает, что отпускать Юлию Тимошенко можно только под гарантией иностранного государства. А в больнице должны соблюдать режим содержания заключённых. Ну и, наконец, законопроект лидеров оппозиции предусматривает полную амнистию Юлии Тимошенко с погашением её судимости. Через своего адвоката Юлия Тимошенко уже заявляла, что ей больше всего по душе законопроект госпожи Лобунской. Но за него категорически не согласны голосовать регионалы. Три оставшихся документа регионалы посчитали сырыми и требующими доработки. В оппозиции на скорую руку попытались написать ещё один закон, но оппоненты его даже читать не стали. Он находится только на одном арке четвертого размера, А4, и не очень сложный, потому что чтобы не было никаких таких, знаете, хитрощих или юридических. На один листик написано несколько строчек незарегистрированной бумаги, никем не подписанной. И предложение было такое, давайте мы совместно под этой бумажкой подставим подписи и проголосуем за них. Вы знаете, серьёзные законы серьёзными людьми так не принимаются. Пока в кабинете у спикера продолжались бесконечные консультации, депутаты скучали. Ну и ещё немножечко пели. Если бы партия регионов считала, что законопроекты от оппозиции или от независимых депутатов сыры, она бы могла предложить свои законопроекты, которые не были сырыми. Но нет ни одного из четырёх законопроектов на голосование так и не поставили. В том, что происходит, оппозиция обвинила партию регионов. Мол, специально тянут время, и на саммит в Вильнюс Украина приедет с пустыми руками. Впрочем, спикер уверяет, как только депутаты договорятся и проголосуют, президент всё подпишет. Время пока есть. В пятницу в Верховную Раду приехали Пэт Кокс и Александр Квасневский. Но дело с мёртвой точки так и не сдвинулось. Сложно, всё сложно. Раз всё сложно, значит, сами и виноваты. Слишком мудрёную задачу задали. Пока оппозиции и власть кивают друг на друга, премьер-министр Николай Азаров нашёл виновников возможного срыва Вильнюсского саммита. Это относится к европейским политикам. Поставить на одни вот весы судьбу нашей страны или вот такое важнейшее политическое решение. И очень сомнительное требование, очень сомнительное, с юридической точки зрения, с любой другой. По Тимошенко он возьмёт на себя большую ответственность. И это будет не наша ответственность. А чья тогда? Неужели будут виноваты посредники Александр Квасневский и Пэт Кокс? Ведь именно от их отчёта зависит решение европейцев, подписывать документы в Вильнюсе или нет. 25 визитов, сотни встреч, компромиссы, обещания и нулевой результат. Уже 14 ноября миссия Кокса-Квасневского должна отчитаться в Европарламенте о проделанной работе. Получается, чтобы решить судьбу узницы номер один, у депутатов остались понедельник, вторник и среда. Автор одного из законопроектов о лечении заключённых за рубежом Сергей Мещенко уверен, даже если сессия и состоится, согласованный документ всё равно не приймут. Я не знаю, над чем они будут працювать. Створить что-то новое, так у них часу на этого нет. Потому что если створить что-то новое, то надо проходить полностью новую процедуру. Рассматривать вопрос Тимошенко Рада будет в последний момент. Спикер Владимир Рыбак назначил в днеочередной заседания Рады на 13 ноября. Оппозиция требует присутствия президента в сессионном зале, чтобы глава государства дал сигнал депутатам-регионалам – надо голосовать «за». Но решить вопрос экс-премьера могут помешать и новые обвинения. На этой неделе Министерство доходов и сборов подало иски в суды США и Швейцарии о возвращении 200 миллионов долларов. Эти деньги якобы из страны незаконно вывезли Павел Лазаренко и Юлия Тимошенко. Мы видим только в архиве «Айсберга». Полную картину, я думаю, видят только беспосредние участники переговоров. На самом деле президент Кокс Квасневский и, думаю, что все-таки сама Юлия Тимошенко. После провальных переговоров в Раде Кокс и Квасневский отправились в Харьков. С Юлией Тимошенко говорили больше двух часов, о чем, как всегда, не рассказали. Зато экс-премьер после их визита написала письмо, мол, согласна на любой компромисс. Я никогда не ставила и не буду ставить перед миссией президентов Кокса Квасневского никаких условий или требований относительно своей судьбы. Я приму любое предложение с их стороны, каким бы тяжелым для меня оно не было, ради подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Юлия Тимошенко, экс-премьер-министр, заключенная Качановской колонии. Работу, с которой не справились за год, депутатам предстоит сделать за три дня. Сейчас партия власти демонстрирует, как сильно хочет в Европу. А оппозиция еще и то, как сильно хочет освободить Тимошенко. Но получается, как в сказке про репку. Тянут-потянут, а вытянуть не могут. Ирина Юзупова, Роман Ребрей, События недели.